Георгий, здравствуйте! Огромное спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Вы знаете, я хотела спросить, вы выпустили совместно с проектом это расследование именно сейчас, я не знаю, может быть, это лишь мои догадки, из-за всего этого, ну, в общем, газового конфликта, который все равно существует на фоне войны с Украиной, на фоне закрытия Северного потока-2. Ну, да, спасибо большое, во-первых, что пригласили, а во-вторых, ну, конечно, выпуск этого расследования мы ни в коем случае не приурочили к какому-то событию, к остановке каких-то газовых, запуску газовых трупов и так далее, все, о чем сейчас достаточно много говорят. Мы это выпустили просто потому, что мы сделали расследование, и несмотря на войну, несмотря на ужасные события, которые происходят, мы продолжаем свою работу, продолжаем расследовать коррупцию Владимира Путина, коррупцию, которая, как уже сейчас всем понятно, финансирует убийство людей. И наш отдел работал много месяцев, мы не останавливались, мы начали работать еще до войны, и вот сейчас, наконец-то, мы были готовы презентовать свое видео, свое расследование про Алексея Миллера, про то, как он фактически украл весь «Газпром». Главный бенефициар «Газпрома» сейчас – это Алексей Миллер. Его родственники руководят всеми закупками в госкорпорации. Он, его компании являются крупнейшими подрядчиками «Газпрома». И Алексей Миллер – это фактически сейчас один из самых богатых людей в России, возможно, уступая только самому Владимиру Путину. Ну, мне кажется, все равно внимания «Газпрому» сейчас с международной точки зрения все равно больше. и, опять же, новости из Германии про всю эту национализацию «Газпрома» Германии. Так что я все-таки считаю, что выпущено было оно довольно вовремя. Мы надеемся, что это скажется на просмотрах, и больше людей за пределами России, в том числе, обратят внимание и на «Газпрома», и на Алексея Миллера. Я бы, наверное, хотела вас попросить какие-то самые громкие, что ли, детали, самые интересные детали этого расследования. Кто не смотрел полтора часа на YouTube-канале Алексея Навального, обязательно, кстати, посмотрите. Я нашим зрителям советую. Ну, а вы такое презюме, что ли, небольшое, если можете, сделаете. Конечно. Ну, во-первых, само собой, мы обнаружили, что Алексей Миллер является владельцем, ну, наверное, самого большого дома в Московской области. Уж точно самого большого дома, который когда-либо мы снимали. Дом площадью 8,5 тысяч квадратных метров. Его даже думом назвать, на самом деле, не очень корректно. Это целый дворец в Московской области. Буквально с колоннами, какими-то балясинами, арками и специальным въездом к подъезду для автомобиля. Это гигантский дворец стоимостью много миллиардов рублей. Как минимум 16 миллиардов мы оцениваем этот дом. И он записан на две российские федерации. То есть, вот вы знаете, как начали скрывать в Росреестре какое-то время назад всяких силовиков, типа Шойгу, Бортникова, Патрушева. Так и сейчас Алексей Миллер оказался среди тех счастливчиков, которых удалили из Росреестра. Ну, это сделано просто для того, чтобы любой человек, заплатив 20 рублей, не мог обнаружить в списке владельцев вот этого гигантского дома почти за 20 миллиардов рублей Алексея Миллера. Этот дворец засекречен для того, чтобы никто не мог узнать, кто его реальный хозяин. Мы доказали, кто его реальный хозяин. Его хозяин Алексей Миллер. Человек, фактически являющийся сейчас долларовым миллиардером и являющийся одним из самых богатых людей в России сейчас. И история воровства Алексея Миллера, она действительно поразительная. Я, честно говоря, раньше... Ну, мы много занимаемся расследованием, много занимаемся исследованием российской коррупции, но я никогда раньше не видел, чтобы на одной и той же вещи воровали годами много-много слоев. Ну, сейчас я вам скажу, как это выглядит на примере. У «Газпрома» были подрядчики. Сначала эти подрядчики были проданы Ротенбергу и Тимченко. Потом, примерно в 10 раз дороже, они были выкуплены назад тем же «Газпромом», который он продал, эти подрядчики. Таким образом «Ротенберг» и Тимченко обогатились. Был такой подрядчик «Зият Монасир» – «Стройгазконсалтинг», один из крупнейших подрядчиков «Газпрома». В 2015 году владельцем акций главного подрядчика «Газпрома» стал Алексей Миллер. Ну, точнее, его сеть офшорных компаний. Достаточно четко доказали, что это компания Алексея Миллера. И с 2015 года Алексей Миллер являлся главным подрядчиком «Газпрома». А сейчас, пару лет назад, они решили выкупить крупнейших подрядчиков, в том числе, естественно, в первую очередь подрядчика Миллера. И «Газпром» решил создать своего мегаподрядчика. То есть они решили сами себе выдавать подряды. То есть, чтобы потом уже компания, которая является главной по подрядам в «Газпроме», она выделяла кому-то субподряд на реальную работу. Таким образом, они просто, во-первых, вскрыли госзакупки «Газпрома», чтобы никто не видел, сколько «Газпрома» реально тратит на трубы, шоколадные изделия и все вообще, что они закупают. И они выкупили у самого же Миллера за примерно 40 миллиардов рублей его подрядчика, главного подрядчика «Газпрома». Но они не просто выкупили, еще и оказалось, что совладельцем как минимум четверти нового мегаподрядчика «Газпрома», который отвечает за все госзакупки, оказался водитель номинала Алексея Миллера. Ну, то есть человек, который напрямую работает в интересах Миллера. А главным по подрядам в «Газпроме», то есть руководителем «Газпромкомплектации», человеком, который выделяет тендер на триллионы рублей, оказался зять Миллера. Эти люди просто невероятным образом воруют несколько раз на одних и тех же госзакупках, просто на разных уровнях. И для меня достаточно удивителен тот факт, что «Газпром» до сих пор не обанкротился. Потому что вообще странно, что хоть какие-то деньги доходят до реальных подрядчиков с учетом того, что Миллер ворует на каждой госзакупке несколько раз. И со стороны «Газпрома», и со стороны подрядчиков, со стороны каких-то исполнителей, которые ему принадлежат. Совершенно невероятно. Уровень коррупции просто запредельный даже для нас, которые, в общем-то, повидали многое. Ну и портфолио недвижимости. Естественно, Миллер. Все понимают, что Миллер ворует, и Миллер очень роскошно живет. Мы показали, как он ворует, как буквально в несколько этапов, через несколько офшоров, деньги из «Газпрома» попадают в его личный карман. И мы обнаружили, где он живет. Мы насчитали у него недвижимости на 43 миллиарда рублей. Это гигантская сумма. Даже если мы говорим, что Миллер зарабатывает за миллиард рублей в год, он бы никогда, никогда не позволил себе такое дорогое имущество. Мы рассказали, откуда оно взялось. Что это имущество ему было подарено подрядчиком «Газпрома», который потом перешел в собственность самого Миллера. И Алексей Миллер, безусловно, является одним из самых коррумпированных и вырабатых людей в стране. Это человек, который, будучи просто помощником Путина, сейчас стал человеком, который заведует триллионами рублей. И, конечно, один из самых прекрасных фактов этого расследования, то, что номинальным владельцем всего имущества Миллера, дворцы, подрядчики, офшорные компании, миллиарды долларов в сумме, номинальным владельцем этого является 36-летний украинец по имени Вадим Трегуб. Ну, то есть, они, видимо, настолько хорошо хотели спрятать всю вот эту офшорную сеть, что записали на гражданина другой страны, на гражданина Украины, чтобы, видимо, с их точки зрения никто вообще не подумал, что это может иметь какое-то отношение к Миллеру. Но, тем не менее, мы все доказали, и на месте этого человека Вадима Трегуба, который фактически является самым, наверное, богатым человеком в России, ну, исходя из того, чем он владеет. И уж точно он является владельцем самых роскошных домов Московской области. И на его месте я бы, конечно, сейчас искал себе адвоката. Потому что, будучи гражданином Украины, он помогает буквально Путину и его окружению воровать. И мне, конечно, очень интересно будет наблюдать, как украинская правоохранительная система этим займется. У него украинский паспорт. У него паспорт Украины, и он, как гражданин Украины, учреждал офшоры и российские компании, которые действуют в интересах Алексея Миллера и финансируют строительство его дворцов, и, собственно, содержат его дворцы как владелец. Ну, в Украине это такая же статья о госизмене. Ну, на его месте, да. Я бы, наверное, не возвращался домой. Ну, или возвращался с полным раскаянием и рассказал, как на самом деле все это работает. Что касается еще окружения, вот меня, конечно, заинтересовала глава путинского протокола Марина Янтальцева, которая фактически является, ну, я так понимаю, она гражданская жена Алексея Миллера, но при этом они живут вместе. И вот она купила, уже после ухода с госслужбы, купила себе дворец аж за 8 миллиардов рублей. Как это удалось отследить происхождение этих денег? Очень просто. Ну, во-первых, Марина Янтальцева действительно много-много лет связана с Алексеем Миллером. Они вместе работали еще у Путина в Санкт-Петербурге, еще в 90-х годах. И с тех пор она не вместе, Янтальцева, это одна из самых ближайших людей к Путину. Если мы прочитаем официальную биографию Путина, которая была опубликована, когда он только стал президентом, там упоминается Янтальцева как ближайший друг семьи. Даже там Миллер столько не упоминается, сколько упоминается Янтальцева. И Миллер с Янтальцевой является фактически семейной парой, несмотря на то, что по всем официальным данным супругой Миллера является Ирина Григорьевна Миллер, у них даже есть общий ребенок Михаил, который там 96-го года рождения, фактически уже много лет, наверное, 20 с лишним, Миллер и Янтальцева являются парой. У них есть двое детей, мы нашли еще двух детей Миллера, про которых вообще никто никогда не знал и не говорил. И Марина Янтальцева, будучи госслужащей, она должна была бы декларировать весь доход Миллера и весь доход детей каких-то несовершеннолетних, все их общее имущество, если бы они были официально женаты. Именно поэтому они официально не женились долгое время. И мы обнаружили, что Марина Янтальцева заплатила 8 миллиардов рублей за дом на Рублевке. Ну, это не то, что она заработала и заплатила, купив дом. Это не так работает. Они просто переписали таким образом дом со своей компанией, с владения В, о которой мы достаточно много говорим, на самих себя, просто таким образом легализовав свое проживание в этом доме. Реальная цена дома гораздо выше, как я уже сказал, почти 20 миллиардов рублей. Ну, они просто так вытащили из одного кармана, из кармана Янтальцева и переложили 8 миллиардов в другой карман, в карман компании, которая принадлежит той же Янтальцевой и тому же Миллеру. И они рассчитывали таким образом избавиться от вопросов, которые к ним могут возникнуть, если кто-то, например, мы найдем этот дворец. Но они не рассчитывали, что мы еще и докажем, что та компания, у которой они купили, это и есть их компания. Они купили сами себя, так что сейчас Миллер, безусловно, находится в очень незавидном положении. Миллер – это один из последних российских чиновников высокого уровня, которые не находятся под европейскими санкциями. Это супер возмутительно. Миллера планировали внести в санкции еще в 2014 году вместе с Ротенбергом, но этого не произошло благодаря путинским дружкам типа Шрёдера, которые помогали Миллеру. Ну, я на самом деле сейчас вернусь практически к своему первому вопросу и про санкции спрошу. Вы рассчитываете все-таки вот этим своим расследованием привлечь сейчас какое-то снова внимание и европейцев, и американцев, ну, то есть вообще Запада, для того, чтобы в конце концов против Алексея Миллера наконец ввелить те самые санкции, о которых вы говорите? Ну, конечно, мы бы хотели, чтобы все, кто принимает решение о назначении санкций каких-то, посмотрели наше расследование. Но мы, кроме Миллера, требуем санкций еще против 5999 людей. У нас есть грандиозный список, над которым мы долго работали, и Миллер действительно один из самых очевидных людей, которых надо вносить под санкции. Миллер суперкоррумпирован, Миллер финансирует Путина, и Миллер, самое главное, финансирует войну. Этот человек, ну, по какому-то недоразумению, скорее всего, какому-то коррупционному недоразумению, случившемуся в Европе, до сих пор не под санкциями. Безусловно, я надеюсь, что в Евросоюзе обязательно посмотрят, сделают выводы и внесут Алексея Миллера в санкции, чтобы он никогда больше не отдыхал на острове миллиардеров где-нибудь в европейской зоне. Спасибо большое. Спасибо, Георгий.